Русские новости 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 И с помощью судного процента расхищают все то, что могло быть направлено на продуктивную деятельность, на производство товаров и услуг. Мы должны вернуть финансовой системе ее истинный смысл, смысл учета взаимоотношений между хозяйственными субъектами и обмена товарами. Вот это самое главное. Когда финансовая система превращается в самодовлеющую, самодостаточную, когда она процветает даже в условиях катастрофического кризиса в стране, это дело совершенно нестерпимое, невозможное и все это должно быть прекращено. Возвращение резервных фондов в Россию, ликвидация офшорного бизнеса. Это уже застарелое требование, совершенно очевидное. Мы не должны складывать наши ресурсы в каких-то там зарубежных кубышках. Это является изменой национальным государственным интересам страны. И эта измена тянется у нас с начала 90-х годов и до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня колоссальные резервы находятся за пределами страны. И вот то монетарное мышление, которое искалечило мозги нынешним правителям России, требует от них перекачивать наши энергоресурсы, наши товары за рубеж и фактически делать это бесплатно за некие электронные записи на счетах якобы контролируемых Российской Федерации. На самом деле это фактически украденные средства, не превращенные в товары, которые должны были бы вернуться в Россию. И коль скоро этого нет, то это способ воробства, способ разграбления страны. Поэтому все резервы России мы требуем вернуть в страну и прекратить полностью весь офшорный бизнес, который является в том числе и для властных персонажей тоже способом обогащения. Они используют этот бизнес для того, чтобы проводить такие сделки, которые позволяют им создавать свою личную собственность, свое личное богатство за рубежом. Куда они избегут, как только в России установится национальная власть. Но мы постараемся сделать так, чтобы они не успели, а если бы успели, то были бы возвращены назад вместе со всеми своими капиталами, которые награблены на народных бедствиях, на уничтожение экономической структуры нашей страны. Русификация образования средств массовой информации давно назрела. Почему средства массовой информации и многие образовательные структуры возглавляются людьми, которые только на русском языке могут разве что говорить, но мыслить по-русски не могут? Здесь должна пройти, конечно, массовая чистка, должна пройти кадровая революция. И средства массовой информации и системы образования должны воспитывать русских людей. Из тех, кто еще только подрастает из младших поколений, но также и из взрослых людей, которые подчас забывают, какого они рода племени, на каком языке, на чьем языке, языке какого народа они говорят. И если не будет создана русская информационная среда, она создается именно там, в СМИ и в системе образования, то Россия просто погибнет. Сегодня это среда антинациональная, антирусская. Поэтому нам необходимо провести серьезные реформы и в этой сфере. Сбережение нации, выход из демографической катастрофы, работу русским, а не иммигрантам. Миграция является, конечно, глобальной стратегической диверсией против страны. Она организована в последние примерно 10 лет. Лица, которые все это организовали, нам известны поименно. Цель их состоит в том, чтобы русское большинство было растворено, размыто в миграционных потоках. Они хотят дерусификации России, чем и занимаются постоянно. Мы же хотим сберечь именно русскую нацию, сложить ее политически, как политическое единство. Мы хотим выйти из демографической катастрофы, о которой нынешняя власть постаралась позабыть. Мы об этом должны напомнить. Департизация выборов и власти. Вместо конкуренции худших на фальшивых выборах, выдвижение лучших. Избирателю, народного депутата, а не партийного функционера. Конечно, всю эту систему надо перестраивать, и доступ на выборы должны получить именно лучшие, а не всякие проходимцы, которых нам представляют партийные структуры. Вообще партии – это, конечно, зло. Партийная жизнь должна бы уйти из властных органов и из системы выборов. Кому хочется создавать партии, пожалуйста, создавайте. Общественные структуры, партийные, какие угодно. Но выбирать мы должны конкретного человека за его конкретные деловые, профессиональные, нравственные качества. Если этого нет, то система, конечно, профанирована, и это все обманы, это не выборы. Воссоединение страны в Единую Русь, ликвидация федеративных барьеров и регионального сепаратизма, дотации в русские регионы. Также эта геополитическая реформа давно назрела, и мы должны ее провести. Возрождение страны, приоритет науки и культуры, восстановление бесплатных образований и здравоохранения, здоровый и трезвый образ жизни. Вообще платность в системе образования и здравоохранения, это, конечно, убийство самого смысла служения врача и учителя, что происходит у нас уже в течение нескольких десятилетий. И это очень дурно сказывается на состоянии граждан, на состоянии их сознания, на состоянии их здоровья. Поэтому здесь, конечно, реформа должна быть весьма серьезная, и здоровый и трезвый образ жизни должен пропагандироваться. В этом направлении еще сделано или делается крайне мало, русское национальное государство здесь должно видеть свой первейший приоритет. И, наконец, лозунг, стратегический лозунг для нас России, русскую власть, именно русская власть сможет реализовать все эти пункты, программы, которые должны объединить русское движение. Ну а теперь к новостям. В Новороссии война не окончилась, как многие думают, предательство продолжается, поэтому будет продолжена и война. Под Мариуполем продолжаются боевые столкновения, пехоту, каратели поддерживают огнем танки, БМП и минометы. У полченцев есть убитые и раненые. Под Донецком появились иностранные наемники, прибывают колонны новой техники. Работают группы снайперов, а также происходят обстрелы из 120 и 82-мм минометов. По словам Путина, Петр Порошенко на переговорах нормандской четверки в Минске 11-12 февраля предложил ему забрать Донбасс в состав России. По информации одного из источников, который знаком с содержанием беседы Путина с представителями РСПП, Союза промышленников и предпринимателей, такая олигархическая структура есть, хоть и общественная, но олигархическая. Российский президент так рассказал о своем геологии с Порошенко. Он мне прямо сказал, забирайте Донбасс. Я ему ответил, сбрендил что ли, мне Донбасс не нужен. Если вам не нужен, то объявите о его независимости. И Порошенко, и пресс-секретарь Путина уже опровергли это заявление. Не было такого. Мы понимаем, что если очень рьяно открещиваются, то видимо такой разговор как раз и был. У них разговор как, знаете, в каком-нибудь кабаке два бандюгана встречаются и поддевают друг друга, предлагая абсурдные решения. Ну вот один другому предложил то, что считал абсурдным и посмотрел, как он на это отреагирует. Ну он отреагировал в соответствии с духом абсурдности этого предложения. Тоже абсурдно. А мы, русские, вообще, конечно, не нужны ни тем, ни другим. Ни по ту сторону, ни по эту сторону фронта. Оба режима совершенно русофобские, антирусские. Им нужно только то, что создавал народ, а также наша земля, ее недра и рабы. Только, разумеется, уже не русские, дерусифицированные, кто были раньше или происходят от русского народа, от русских родителей, но русскими уже не являются. Русские на роль рабов не подходят, поэтому подлежат уничтожению. И та, и другая сторона этим занимается очень интенсивно. Фронтфобский террор в Пугачеве наказан, но полностью не отомщен. Состоялся приговор по преступлению этнобандитов в этом русском городе. Напомним, что в ночь на 6 июля 2013 года у кафе «Золотая бочка» в городе Пугачеве кавказцами была спровоцирована драка с 20-летним мобилизованным десантником Русланом Маржановым. Он получил 17 колото-резанных ранений медицинским скальпелем и умер в больнице. После убийства Маржанова в Пугачеве начались волнения, которые длились неделю. Во время протестов несколько сотен человек перекрывали трассу Волгоград-Самара. А теперь суд вынес приговор Руслану Хайдаеву, братьям Хазиру и Хамзату Назировым, признанным виновными по делу в убийстве. Хайдаев получил 14 лет лишения свободы, Хизир Назиров 4 года, Хамзат Назиров 3,5. Ранее суд приговорился участников обвиняемых, 17-летнего жителя Чечни Али Назирова, к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Эти приговоры стали возможными только по причине того, что русские дали отпор русофобам как в правоохранительных органах, так и в системе органов власти, которые решили провести дело как бытовуху и тихо утопить в своих канцеляриях. Если мы не хотим, чтобы наших родных и близких убивали подонки, то нам надо становиться в единый строй. Власть у нас тунеядствует, и это уже стало таким общим местом претензий к власти. Ну не хотят чиновники работать, они хотят руками водить, руководить, чтобы мы что-то делали, а они только распоряжались. Первый вице-премьер Игорь Швалов сказал так. Укрепление российской экономики может занять несколько десятилетий. Считаю, что 40 лет и приблизительно предстоящее десятилетие – это срок, в течение которого мы должны укреплять свои институты, стать совершенно другой экономикой, значительно большим по сравнению с сегодняшним днем, параметром среднего класса и другим средним и малым бизнесом. Иначе говоря, эти люди вообще не собираются работать. Им мало четверти века, в течение которого они морочат людям головы, обещая, обещая структурную перестройку и подобные абстрактные благоглупости. Им подавай еще в два раза больше, в два раза постолько, может полвека им не хватит, или может еще сто лет им предложат. И мы можем прикинуть, что за тот срок, о котором говорит Шувалов, ликвидация России пройдет целиком и полностью. И тогда не перед кем будет отвечать, к чему они, собственно, и стремятся. И сам господин Шувалов уже отойдет в мир иной, и его потомки переселятся куда-нибудь подальше от разграбленной ими России. Вот этого мы не должны им позволить. НЧС России предложила создать систему гражданской обороны, которая позволит защитить, прежде всего, особо важных людей и особо важные объекты от последствий возможной атомной войны. Такое заявление в ведомстве сделали, исходя из возможности ядерного конфликта между какими-либо странами мира. Таким образом, высшие должностные лица предполагают уцелеть в развязанной ими же атомной войне, а также создать себе огромную кормушку на госзаказах, которые обслуживают их личную безопасность. Воры торгуют нашим добром. Нефтегазовая компания «Золтов Ресурсис», контролируемая Аркадием Обравовичем и Валентином Бухтояровым, ищет в Китае инвестора для своей колтогорской группы месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Это крупнейший актив компании с запасом 137 миллионов тонн нефти. В марте представители «Золтов» уже провели встречу с госкомпанией China National Petroleum Corporation и планируют встречи с другими китайскими холдингами. Семейный подряд и воровство – это в порядке вещей у правящих олигархических группировок. Абрамовичей там хватает, русских людей в системе власти и в крупном бизнесе действительно мало. Хотелось бы, чтобы были там только русские люди. К этому мы и должны стремиться. Ну а русские – это те, кто любит Россию и действует в ее интересах и в интересах всех коренных народов нашей страны. В Чечню повадилась всякая сволочь и все с наградами для дражайшего Рамзана Ахматовича. То какой-нибудь генерал приедет, то просто какой-нибудь привластный негодяй. Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров наградил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова почетным знаком за заслуги в организации выборов. По словам Чурова, голосование в Чечне всегда проходит при строгом соблюдении закона и отличается прозрачностью и демократичностью. Глава ЦИК даже рекомендовал западным странам поучиться у Чечни в этом вопросе. Западные страны этой рекомендации, разумеется, не заметили. А если бы и заметили, то померли бы просто со смеху. Мы вот тоже, как говорится, угораем выборы в Чечне. Где же это видно? Какие еще выборы при бандитском режиме? Ну и шутник этот Чуров. Мы еще от его 146% на выборах Единой России в Государственную Думу никак не отойдем. А он новую хохму придумал. Выборы в Чечне. Надо полагать, что очень скоро Чуров получит медаль за заслуги перед Чечней. Как обычно и бывает в таких случаях. Помните из «Золотого теленка» Шура «Сколько вам не хватает для полного счастья?» Современный Шур Набалаганов сказал бы «Миллиард». На запуск пилотного проекта по открытию сети кафе-кулинарии под брендом «Едим дома» нужно 971 миллион 800 тысяч рублей. Ровно. Вот так. 971 миллион 800 тысяч. Больше не надо. Вот ровно столько. Авторами идеи российской сети питания, которая станет альтернативой западному фастфуду, стали братья режиссера Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Глава государства поручил Белому дому изучить предложение Кончаловского и Михалкова. Вместо того, чтобы вызвать к себе и публично высечь за наглость и оскорбительное предположение, что режиссер может получить у государства деньги не на свою профессиональную деятельность, а на свое хобби. Никита Михалков – постоянный инициатор каких-нибудь безумств, которые обещают дать ему в руки значительные финансовые потоки. Изготовление халтуры на собственном профессиональном поле его уже не устраивает. Поэтому он становится эффективным менеджером по распространенной моде наших времен. И готов выступать хоть телекомментатором, хоть организатором предприятий фастфуда. Может быть, ему для эксперимента пойти в хирурги или поправлять ядерным реактором. Вопрос перекинули малахольному медведеву, а тот отказал. Но отказано было громко, так чтобы всем было слышно. И тихонечко было сказано, что придворным любимцам Путина выделят 600 миллионов рублей. Новости из жизни олигархии. Следственный комитет РФ намерен привлечь депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенническом хищении здания в Москве стоимостью 127 миллионов рублей. СКР направил в Генпрокуратуру документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Вороненкова неприкосновенности и дачи согласия на привлечение его в качестве обвиняемого. Шесть соучастников преступления уже осуждены по статье 159 УК РФ. Мошенничество. В отношении еще одного дела рассматривается в суде. Двое в статусе обвиняемых. Тут возможен целый шлейф уголовных дел. Денис Вороненков успел уже и подраться в баре-караоке Куршавиль, сцепившись со своим давним знакомым экс-сотрудником ФСБ Андреем Мурзиковым. Вероятно, оба предчувствуют, что сидеть им за решеткой придется долго. Заметим, что бывших не бывает. И все эти безобразия с драками, воровством, заказными убийствами. И об этом тоже в средствах массовой информации есть упоминание. Непосредственно на совести руководства ФСБ, превратившегося в государство в государстве и действующего помимо закона без всякого контроля со стороны граждан и правоохранительной системы. В ДНХ есть такое место, выставка достижений народного хозяйства СССР, который стал теперь ВВЦ, Всероссийским выставочным центром. В 2007 году мои депутатские запросы потревожили шайку некоего господина Якубова, который построил на государственной земле с особым статусом свой дворец. Правоохранители и высокие покровители с той поры регулярно отмазывали своего благодетеля и круг связанных с ним лиц. И незаконный дворец продолжает стоять на своем месте. Лишь изредка журналисты получают от правоохранителей наводку, чтобы вновь поднять вопрос об этом впечатляющем сооружении. И якубовцы в очередной раз затыкают рты своими инвестициями в систему воровства и коррупции. На днях такое интервью в очередной раз я дал, поскольку больше некому. И телеканал ТВЦ такого рода интервью берет, публикует или нет, я даже не знаю. Но главное, что правоохранителям вновь приходится заносить какие-то деньги. И здесь журналисты просто обслуживают интересы этой закулисной сделки между людьми, которые обязаны бороться с коррупцией и всякого рода нарушениями, и коррупционерами, которые изымают деньги из наших карманов. Потом по некой схеме передают тем правоохранителям, которые вроде бы их должны ловить и сажать, но не ловят и не сажают. О том, что ВДНХ – это переходящий приз для жулья на госдолжностях, говорит тот факт, что вице-мэр Москвы Наталья Сергунина, которая каким-то образом является еще и председателем Совета директоров ВВЦ, задумала осчастливить родной город колесом обозрения за 20 миллионов евро. Естественно, не за свой счет, а за наш. Зачем тратить бешеные деньги из городского бюджета на иностранного монстра 100 метров высоты? Одному богу только известно. Только одна причина здесь может быть – это выгодно варью и будет отмечено как его выдающееся достижение в управлении городом, которое они умеют только грабить. Сейчас, кстати, к Пасхе господин Собянин тоже понастроил везде всяких ярмарок, ходит, отчитывается, что тут бродят миллионы москвичей. Мы же посещаем эти ярмарки иногда, видим, что там нет никого, это не нужно никому. Это просто Потенкинские деревни, эти теремки, которые расставлены в центре Москвы, где очень удобно поставить видеокамеру и дать какое-нибудь интервью, рассказав, как глубока забота московских властей о москвичах. Да нет там никакой заботы. Есть только забота о том, чтобы продолжить свою деятельность по разграблению городского бюджета, по выдумыванию всяких глупостей. И вот эти Потенкинские деревни в виде ярмарок, которыми так вот кичится господин Собянин, а ранее кичился Лужков, они тому и способствуют, чтобы морочить нам голову. Есть одно такое место, где всех поддерживают. Поддерживают, обращайтесь, и это стоит недорого. Церковная бюрократия следует за государственные. Чиновники от олигархии выделяют средства для поддержки чего угодно. Сельского хозяйства, малого бизнеса и все бестолку. Деньги куда-то уходят. Чиновники в рясах идут по тому же пути, но оказывают поддержку молебнами. Тоже за сходную плату. Куда уходят эти молебны? В прямом смысле, черт знает куда. В московских храмах в середине апреля начнут молебствовать в помощь фермерам, а также для поддержки импорт-замещения. Наверное, там на небесах слово импорт-замещение имеет какой-то особый смысл. Об этом сообщил зампредсинодального отдела по взаимодействию церкви и общества МПРПЦ Роман Багдасаров. Причина такая. Владельцы и работники фермерских хозяйств нуждаются в комплексной поддержке как экономической, так и духовной. Это комплексная поддержка, то есть духовная встраивается в ту, которую имитируют государственные органы. Следует понимать, что нужда в истине теперь заменилась нуждой в благосклонности начальства, от которой исходят денежные довольства. То и другое надо просить у Бога, и все будет. Может быть, у них есть какое-то свое тайное Евангелие, по которому они все это делают. Красиво ведь звучит. Евангелие от Золотого Тельца. Где воруют, рано или поздно наступает голод. Даже в космической отрасли. Скандалы вокруг строительства крупнейшего в современной истории российского космодрома в Амурской области принимают угрожающие размеры. По факту невыплат зарплат и незаконного распределения денег уже возбуждено 17 уголовных дел. Рабочие бастуют и голодают. Задолженность компании должников перед рабочими и собственных средств погасил генеральный подрядчик строительства космодрома Федерального агентства специального строительства «Спецстрой». По версии следствия, руководство одной из компаний субподрядчиков больше двух месяцев не платило рабочим зарплату, образовав задолженность свыше 14 миллионов рублей. При этом необходимые средства на счетах имелись. Но это только разговор. На самом деле все вот эти государственные структуры, они заключают договоры субподряда за откаты. Поэтому те независимые предприниматели, которые берутся что-то делать, вынуждены из своих средств выделять какие-то колоссальные суммы на помоществование жизни вот этих уже совершенно обнаглевших чиновников, а из остального уже заниматься строительством. И там доля, которую должны выделять предприниматели на обслуживание вот этой чиновничьей шайки, просто астрономической. Поэтому и денег нет. Вроде они как числятся на счетах, но они должны быть предоставлены чиновникам, а не потраченные на производство работ и на зарплаты. Поэтому все безобразие и происходит. Но естественно, по уголовным делам будут страдать исполнители прежде всего, как обычно правоохранители ищут стрелочников. Что государственные структуры, всякие федеральные агентства работают не на государство, а на карман чиновников, это достаточно хорошо известно. В конце марта около 100 рабочих начали забастовку, требуя выплатить им деньги. По их словам, 214 из 300 сотрудников не получали деньги с января. Мы работали зимой по 30-40 градусов мороза, бетонные работы на улице, доходило дело даже вплоть до того, что нам просто перчаток не давали, руки к арматуре прилипали, все равно работали. Ребята сейчас настраиваются, завтра мы собираемся официально объявить голодовку, уже сил нет никаких, пояснил один из рабочих. Ранее Игорь Комаров, глава Роскосмоса, государственного заказчика строительства, пояснил, что спецстрой не предоставил отчетов на расходование больше половины средств, которые были выделены на строительство космодрома «Восточный». Из 61 миллиарда рублей, перечисленных в 2015 годах, актами выполненных работ подтверждено расходами всего 22 миллиардов, а на 39 миллиардов рублей отчеты не утверждены. При этом строительство космодрома отстает от графика на 60 дней. Генпрокуратура в ходе проверки выявила нецелевой расход в размере 3 миллиардов рублей, которые были потрачены на покажение кредитов Дальспецстроя. И как уже было сказано, по фактам нарушений на строительстве Восточного возбуждено 7 уголовных дел и еще 10 расследуются. Вот такой у нас космос, сплошь пронизанный криминалом.